Продолжаем разговор о будущем России, на сей раз в прямом смысле о будущем. Вы слышали Михаила Борисовича Левина, который не обещает нам серьезных потрясений. И теперь пора слушать Павла Павловича Глобу, который сказал, цитирую, что Россия переживет на пути к 2030 году два серьезных кризиса. За основу. Мне пришлось взять отнюдь не такой, знаете, такой грандиозный масштабный гороскоп, как вот, допустим, пришествие Рюрика или Гостомысла. Это там очень далеко. Да, в общем-то, и российский этнос, он менялся несколько раз. Хотя он, наверное, остался все-таки неизменным. Это в истории очевидно. Но, тем не менее, в астрологии существует еще понятие так называемых гороскопов, которые нанизываются друг на друга, как вот буквально баранки или сушки на одну ниточку. Для того, чтобы... Есть некий такой главенствующий гороскоп, который определяет ближайшие события. И вот я взял за основу гороскоп Российской Федерации. Это 25 декабря 1991 года. Поскольку, в общем-то, по сути, с него начался жизнь Российской Федерации, как нынешнего государства. Хотя, конечно, действуют гороскопы и более древние. Может быть, даже и, поскольку не избавились мы от советского прошлого, действуют гороскопы советской власти и Советского Союза. Можно показать вот гороскоп 1991 года Российской Федерации, когда флаг Советского Союза был спущен с Большого Кремлевского дворца. Это было как раз 19 часов 45 минут за фиксированное время. Здесь уже нельзя придраться, что это было нечто такое эфемерное. Это не метод ректификации, реальный. И вот мы видим здесь большинство планет под горизонтом. Сильно выраженный Юпитер. Здесь в данном случае совпало с мнением Михаила Борисовича, что Юпитер оказывает большое влияние на нашу историю в данном случае. Поэтому и также достаточно сильно выраженный Сатурн, который падает. Находится он вблизи заката в нашем гороскопе. И плюс ко всему мы видим здесь еще последствия лунного затмения. Ну вот, исходя из этого гороскопа, можно было предположить о достаточно большой роли лидера. Вот лидера и некоего такого, ну как бы носителя государственной харизмы. То есть гороскоп весь, он завязан на некие отдельные личности. Об этом говорит и восходящий знак Льва, который достаточно четко описывает некую такую яркую фигуру. То есть лицо, то есть президент или любой государственный лидер, он является лицом государства. И плюс ко всему сильно выраженный, так называемый, пятый дом гороскопа. То есть практически политическая история нашего государства на ближайшие, ну до исчерпания этого гороскопа, сколько там он будет, ну 30 лет он точно продержится и даже еще больше. Это будет некая серия спектаклей таких. Ну вот, как бы такая вот постановка, спектаклей. А на самом деле очень многое будет решаться за кулисами. То есть основные события, которые реально определяют судьбу государства, может быть мы узнаем тогда, когда этот гороскоп исчерпается. Но, по крайней мере, постановки будут очень яркими, они будут неожиданными для многих. 99-й и 2000-й год. Юпитер и Сатурн, которые соединялись в 2000-м году, должны были обязательно дать перемену, большую перемену, в том числе и связанную с властью. Поскольку это наступление, вхождение Сатурна и Юпитера в один знак произошло еще в 99-м году, то я предположил, что перемена власти у нас должна быть до конца 99-го года. И присутствующий здесь Александр Гордон, с которым мы встречались в Париже как раз накануне 2000-го года, не даст мне соврать, что такие, так сказать, именно об этом мы в свое время говорили, если вы помните. Было, было, да. Помните, было, да. Так вот, итак, перемена власти действительно произошла до конца 99-го года, а точнее 31-го декабря. Юпитер с Сатурном еще не раз соединятся в нашей, в этой карте гороскопа, как и вообще на небе. Это вообще эпохальное соединение. Жалко, что Михаил Борисович об этом не сказал ничего о соединениях Юпитера с Сатурном. Интереснейшие соединения. Они определяют действительно реальные какие-то, закладывают эпоху перемен. Эпоха перемен была заложена до этого у нас, в 1981 году, когда они трижды соединялись. После этого даже было такое бытующее, значит, такое выражение в Советском Союзе. Началась так называемая пятилетка пышных похорон, когда начали умирать многие члены политбюро и так далее. Следующее, кстати, соединение будет в 2020 году. Вот это интереснейшее соединение. Я бы его назвал на будущее эпохальным соединением и реальным свидетельством реальных перемен. Если будут реальные перемены у нас, они будут около 2020 года. Соединение в знаке Водолея, с которым по традиции как раз и связана Россия с Водолеем. Это еще только ремейские времена и персидские времена. Россия связана со знаком Водолея. Это традиция, опять же. И подтверждение тому очень многие констелляции именно в этом знаке действительно определяют некие рубежные либо вехи в истории России, либо закладывают те события, которые впоследствии реально происходят. Так вот, около 2020 года реальные перемены могут наступить. Реальность перемен до этого может, к сожалению, отягчиться некоторыми, быть отягощена, простите, некоторыми кризисными ситуациями. Так вот, первый кризис, который может возникнуть в России, не сейчас, естественно. Сейчас достаточно гладко происходит, можно сказать, достаточно гладко происходит восприятие многих циклов. И это даже не 2008 год. То есть в 2008 году еще продолжается то же самое наше время, и оно продлится приблизительно еще 4 года. Вот около 2012 года. Один из первых кризисов, который можно было отметить, аналогичный тому, что происходил 30 лет до этого, еще в советский период времени. Достаточно четко можно отметить прохождение Сатурна, планеты испытания. Действительно его называли в древности, его боялись. Почему? Сейчас бояться не нужно. Ничего страшного в нем нет. Просто он действительно определяет некие границы, некие, так сказать, рамки, которые могут быть поставлены. Либо люди, либо народы, либо страны, которые, так сказать, до этого привыкли жить совершенно в другом ритме. Так вот, и очень часто даже сбивает некие ритмы, ставит некие такие очень жесткие периоды испытаний. Так вот, аналогичный период был 1982 по 1985 год. До этого это был период с 1953 по 1956 год в нашей истории и так далее, с 23 по 20, если не ошибаюсь, с 25 и 26 год. Короче говоря, всегда, если вы посмотрите, в 20 веке прохождение Сатурна по Скорпиону было всегда связано с кризисами. Причем, я бы даже сказал, с неким таким междуцарствием. В 23 по 25 год это период после от умирающего Ленина к Троцкому, Зиновьеву, Каменеву и к провозглашению генеральным секретарем. Ну, до этого Сталин уже провозгласил генеральным секретарем, был провозглашен. Ну, в общем, утверждение Сталина. В 1953 по 1956 год это, вы понимаете, утверждение Никита Сергеевича Хрущева. В 1982 по 1985 год Сатурн тоже в Скорпионе, ну, на выходе, или, так сказать, уже заходит стрелец. Это, естественно, Горбачев, приход к власти Горбачева, до этого Андропов-Черненко. И здесь действительно может быть очень серьезный кризис. Кризис, причем системный кризис. Это выбивание почвы из-под ног. Это действительно, когда страна может быть на грани. На грани, если не распада, распадется, вряд ли она распадется. Ну, по крайней мере, такие вопросы, связанные с ее, не просто будущим, а с вопросом, не просто с преемником даже, а вопросы с властью, с экономикой, с серьезнейшими такими вот, ну, системными вопросами, что будет и что делать дальше, будут поставлены. Это точка бифуркации. С 2012 по 2015-2016 год. Вот это вот самая серьезная кризисная точка. Если мы ее пройдем, я надеюсь, что мы ее пройдем, и пройдем мы ее все-таки без автоматов и без установок град, без всяких страшных, ужасных таких событий, все-таки я надеюсь, что действительно мы идем к эволюции, меняемся. И тогда у нас будет последний кризис, это около 2000, как раз, 19-го, 20-го года, перед соединением Юпитера с Сатурном. Мне показалось, что вы сказали соединение Питера с Сатурном, я же вздрогнул, да. Ю, 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 Ю. А дальше Питера, да, Ю и Питера вместе. Так вот, юпитерские будут у власти по циклу Юпитера до 2020-го года. Дальше идет смена поколений, ну, немножко будет раньше. Этот процесс будет тоже болезненным, но это будет болезненным для них. На нижнем уровне, то есть на уровне народных волнений, на уровне там всевозможных испытаний войной и так далее, это вряд ли отразится. То есть, вот примерно такую мы будем видеть картину, это около 2020-го года. Опять же, предположительно, ну, плюс-минус год там, это нельзя сказать, что будет вот точно в это прямо вот, ну, с точностью до дня. Я в свое время ручался только за уход Ельцина в отставку в 99-м году. Жалко, что мы с вами не поспорили тогда, вот, жалко. Ну, а вот около 2002, по крайней мере до ноября 2020-го года действительно должно смениться поколение власти. Действительно, вот те, которые сейчас дети, те, которые являются, находятся в детском возрасте, вот примерно вот как вы, ребята, да, вот в 2020-м году, через 15 лет, молодые ребята будут занимать, по крайней мере, начало, это будет начало вашей политической карьеры. 10 лет после этого у нас период очень хорошего становления. Ну и, разумеется, я хотел бы закончить свое такое сумбурное, может, выступление, потому что многое можно сказать. И циклы нанизываются друг на друга. Я ориентировался на этот гороскоп, но при этом очень много других гороскопов пришлось учитывать. К сожалению, не все их, даже не могу их перечислить, сколько их было. Но анализ межгороскопического пространства и нанизывание одного на другое, это и есть астрологический анализ. Так вот, ориентируясь еще на прогнозы одного великого, я бы сказал, астролога прошлого, жившего в 15 веке именем, по имени Василий Немчин. Я в свое время со своими знакомыми добыл эту рукопись. Сейчас, к сожалению, невозможно ее в спецхране, она находится в Новгородском архиве, где многие события в России, которые должны быть, начиная с 16 века, описаны с величайшей, к сожалению, я не знаю, или к счастью, точностью. Иван Грозный, царь с видом кота Петр I, его, кстати, раскольники, старообрядцы, вот это предсказание цитировали в 18 веке его же, Василий Немчина, не называя его по имени. Ну и так далее, вплоть до 91-го и 99-го года. На основе этого прогноза мне и пришлось сказать о 8,5 годах правления правителя, который будет похож на белого медведя. Это в 99-м году, поэтому такой прогноз и был дан. И согласно этим же прогнозам, я почему его цитирую, потому что у него приблизительно, ну, 5 только, 5-7 процентов несоответствия с реальностью. Это некий Нострадамус, даже более чем Нострадамус, но живший в России. Он говорил о будущем периоде междуцарствия, о двух государях, которые сменят этого медведя, я не буду называть их, потому что один из них назван как-то очень странно, другой назван тоже переходным таким лидером. Следующий за ними он уподобил какому-то всаднику на белом коне. Кто такой будет всадник на белом коне? Посмотрим. То есть это позитивная личность. Далее идет великий гончар, это как раз после 2020 года, который будет очень долго править. И он будет как раз восстанавливать государственность. Дальше он говорил о том, что три разные, даже четыре, три ветви одного единого древа, они должны снова объединиться в одну единую, как вот конфедерацию, не империю. Эпоха империй, он сказал, закончилась. Не будет императора, а будет три центра. В новом государстве будет три центра. Он говорил приблизительно о... брал 15-летние периоды, следовательно, в 2006 должен начаться новый 15-летний период от 1991 года, и в 2006 прибавьте, в 2021 году начинается новый 15-летний период, ну тоже, видимо, связанный с великим противостоянием Марса. Я так думаю, Михаил Борисович, правильно, да? Ну мысли, по крайней мере, наши прогнозы совпадают по времени почти год в год. Удивительная вещь. Ну неудивительная, наверное... Это делали совершенно независимо. Независимо. Да мы сговорились, ладно. Разные школы. Да. Вот до 2035 года этот период продлится. После 2035 года там уже темновато в облацах, там можно рассуждать дальше, но мы ограничимся именно этим 2036 годом, и этим я хотел бы закончить. Спасибо, Павел Павлович. А вопросы?